Друзья, всем привет! Разбираем в лайв-формате сразу же после финального светка матча Португалия-Словения, который подарил нам кучу эмоций, но, к сожалению, не было голов в основное время. Но это все с лихвой компенсировалось в дополнительное время за счет созданных моментов и в целом серии пенальти, которая уже вошла в историю мирового футбола. Давайте начнем. Предлагаю изначально вспомнить в целом, как команды отбирались на это Евро. Давайте начнем со сборной Словении, которая начинала, кстати, свой отбор на Евро в матче против сборной Казахстана и матчем против сборной Казахстана его и закончила. Все решалось для Словении в квалификации Евро в матче в Любляне, когда она играла против сборной Казахстана. Тогда претендовали на выход сразу две сборные. Это Словения и как раз-таки наша всеми любимая сборная Казахстана. Но, к сожалению, тогда футбольные боги были на стороне славянцев и, как итог, 2-1 Словения обыграла сборную Казахстана. Голами отметились Бениамин Шешко и Вербич. Тогда, честно сказать, я находился на той игре и, наверное, многие испытали момент, в котором показалось, что сборная Казахстана может вырвать победу, но имеем, что имеем. Как итог, сборная Словения отобралась на Евро, где сыграла в группе против той же самой сборной Дани, с которой она играла в квалификации. Сыграла она с датчанами 1-1, поэтому была ничья со сборной Сербии 1-1, ну и ничья со сборной Англии 0-0. Получается три ничьи, что позволило сборной Словении отобраться в плей-офф в чемпионаты Европы. Португалия провела супер отбор, выиграла 10 патчей из 10 возможных, забила 36 мячей, пропустив при этом всего 2. Но перед матчем со сборной Словении они проиграли сенсационно в сборной Грузии, тем самым помогли сборной Грузии квалифицироваться впервые в своей истории в плей-офф чемпионата Европы. Ну, честно сказать, поражение тогда я не ждал от сборной Португалии, как и не ждали, наверное, многие фанаты и любители прекрасной игры в футбол. Но имеем, что имеем. Португалия, получается, после матча сборной Грузии прерывала свою серию из 12 побед подряд в официальных матчах, но это не важно. Давайте перейдем к матчу со Словенией. Португалия сыграла в 1-8 финала против сборной Словении, где провела довольно неплохой футбол, нанеся 20 ударов по воротам, 4 из которых всего залетели в створ. XG показывает это показатели реализованных моментов и голов, команда наиграла на 2 гола, что не сказать о сборной Словении, которая не наиграла ни на 1. Я смотрел эту игру от начала до конца и что хочу сказать. Словенцы показывали довольно стабильную игру в обороне и переломным моментом можно назвать промах Роналду в дополнительное время, когда судья назначил пенальти ворота славенцев на 105 минуте. Тогда показалось всем фанатам, ну по крайней мере большинству, что это все для сборной Словении, но Облак так не думал, он тащит пенальти Роналду в перерыве между овертаймами пускай слезу. И просто Айян Облак, в свою очередь наоборот, мотивирует команду сборной Словении. Именно в этот момент показалось, что сборная Словении может переломить игру. И я лично считаю, что это скорее всего переломный момент встречи, в котором славянцы могли забивать. Нужно было тогда дожимать, но тогда им немного не повезло. Был жесткий промах Вербича, Шешко, Бенемина Шешко, который промазал, можно сказать, после ошибки Пепе на 115 минуте встречи. Я думаю, если бы тогда Шешко развел Диего Кошту и мяч по разные стороны ворот, вероятнее всего Словения вышла бы в 1-4, где сыграла бы со сборной Франции. Но Диего Кошта тащит и переводит матч, можно сказать, в серию после матча в пенальти. И здесь вопрос, дадут ли ударить Роналду? Ну, как мы видим, дают, и первый удар наносит игрок сборной Словении, который, к сожалению, не может распечатать ворота Диего Кошта. Диего Кошта тащит и далее, следовательно, к мячу подходит Роналду, который уверенно реализовывает свой момент. Как итог, Диего Кошта делает 3 сейва. Это исторический результат. Никто из вратарей за всю историю чемпионатов Европы не делал 3 сейва подряд. И получается, Диего Кошта, вратарь сборной Португалии, это единственный вратарь за всю историю футбола, который не пропустил ни одного мяча в серии после матча в пенальти на чемпионатах Европы. Супер результат. Сейчас явно празднует победу вся Португалия, вне зависимости, какой она получилась. Но теперь в сборной Португалии предстоит сыграть матч против сборной Франции, который показывает довольно, честно сказать, непосредственно футбол. Меньше хейта получает, больше хейта получает только, наверное, сборная Англии и Саутгета, которая показывает очень плохую игру, учитывая, сколько стоят игроки в сборной Англии. Ну, Португалии предстоит встреча против сборной Франции, которая забила всего три мяча на этом чемпионате Европы. Два мяча это автогол и один гол это пенальти Келлианом Бапе. Ну, получается, французы не забили ни одной игры с игры своими игроками. Ну, получается так, как я понимаю. Ну, что сказать. Интересный матч нас с вами ожидает, в котором, наверное, тяжело будет выделить фаворита. Не будем забывать, что у французов есть Келлиан Бапе, а у португальцев есть Криштиану Роналду. Ну, пишите ваши эмоции касательно этой игры, честно сказать, я получил футбольную эфирию, просмотрев эту встречу в рамках чемпионата Европы. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и пишите, повторюсь, свое мнение касательно прошедшего матча.